Всем здорова, я снова на проекте Смотра Рэйдж и давайте сразу же начнем с предыстории. Я когда-то стримил пару дней назад, ну дней может 5 назад. Как вы знаете, Асата пришел на сервер, это блогер, достаточно популярный, он создал свою банду. И вот мой хороший друг Найджел, давний, еще очень давно мы с ним тусили. Он мне говорит, сотри, Жек, мы тут это, банду создали, не хочешь, говорит, нам в банду вступить? Там, говорит, износ, если что, в два раза меньше на оружие. Я такой, а, да, я, говорю, два года играю, только сейчас узнаю то, что износ в два раза меньше на оружие. Я, говорю, вступлю в банду, просто по приколу проверить износ. И, говорю, ливну из банды, потому что, типа, это блат, набор в банду, он ведь платный. В итоге оказывается то, что потом люди начали набирать в банду Асаты всех вообще подряд, кого только хотят, бесплатно, ну типа подписчиков. А раз я про это говорил и в видосе, и на стримах, то в эту банду вступило там, наверное, процентов 90 моих подписчиков, откуда я это узнал. Когда эта банда распалась, все начали флудить мне, чтобы я создал свою, типа, банду. Но, чтобы это была не каптерская какая-то банда, а чисто просто опознавательный знак для моих подписчиков. Чтоб мы там все общались, чтобы у нас была какая-то своя респа, где бы мы все появлялись. Например, если там устраиваем сходки, еще что-то. Короче, без привилегий, без преимуществ каких-то, без каких-то каптов, набор бесплатный. И вот, мне, короче, сказали создать свою банду. А, ну и вот, да, видимо, Асата сам решил то, что все-таки банда должна быть бандой, то, что там должны быть капты. Типа, ограбления магазинов, захваты вот этих всяких территорий. И, короче, из банды Асаты всех почти в итоге кикнули. Сейчас будут набирать новый состав каптерский. Меня тут оставили, не знаю, просто не кикнули пока что и все. Поэтому, да, скорее всего, я буду создавать свою банду, потому что уже 50 человек, грубо говоря, ну не всех. Но 50 человек позвали, много из них были мои подписчики. В итоге им сначала сказали то, что все, вы вступаете в банду бесплатно, просто развлекаетесь, общаетесь, там, страдаете херней. Типа, мы как семья, да, но на других серверах называется это, грубо говоря, семья. А тут раз семей нет, а в итоге всех нахуй кикнули. И у людей, само собой, сгорела жопа. Сначала говорят одно, потом говорят другое. Поэтому я сказал, давайте-ка создадим-ка мне банду, для того, чтобы я туда позвал всю свою подписоту, ну, которая туда влезет, чтобы мы все сидели, пердели, общались. Вот, мне в итоге создадут банду. Но видос-то вообще совершенно про другое, если что. Я говорил то, что я до шеллбаря иду без доната, без випок, без блата, без всей этой херни. Шеллбарь я купил, проверил, насколько легко, ну, точнее, не насколько легко, а насколько сложно заработать 10-12 миллионов на какую-то нормальную тачку, потому что все нормальные тачки начинаются от этой суммы. Но, опять же, я на этом аккаунте собираюсь именно играть, потому что 2 года я не играл, я снимал контент, все тестировал, все проверял, одновременно с этим просто зарабатывал деньги. А на этом аккаунте я собираюсь именно играть. Поэтому, да, я купил себе випку на месяц. Но там был Саня на сервере и на моем стриме. Ну, разраб сервера, он еще нам показывал яхту, показывал электросамокат. Я говорю, вот, Саня, если ты на стриме, говорю, выдай мне випку и вычти просто эти 2 косаря. Ну, косарь 700, короче, из зарплаты. И он мне сразу, короче, выдал випку. Прикол в чем? Прикол в том, что если у вас есть випка, и если у вас есть банда, если вы в банде, поэтому-то меня и не кихнули, потому что, вот, мне надо было видосик снять, у вас почти бесконечный износ на оружие. И, да, я даже охотился со снайперками, потому что, если я вижу где-то 4 животных вдали от себя, чтобы не бежать к ним с пистолетом, чтобы потом за другим животным не бежать, я просто очень часто отстреливал животных издалека со снайпы. И если бы у меня не было ни випки, ни... не был я бы в банде, то у меня бы 5% износа тратилось, если бы я просто доставал снайпу. То есть, мне бы снайперки нулевой хватило всего лишь на 20 животных, а тут мне хватит минимум на 100. Почему минимум? Потому что вы берете снайперку, если видите, например, 4 животных на какой-то горе, их расстреливаете, 4, а и в этот момент у вас тратится всего лишь 1% износа только за то, что вы взяли снайпу. Поэтому даже сейчас охотиться со снайпой можно. Короче, и для теста я пошел, купил кольт с магазина. Так никто никогда не делает, никто никогда не покупает оружие с магазина, потому что 5 минут вы можете полутаться, скрафтить себе 10-15 кольтов. Также вы можете, ну, минут 5-10 полутаться, скрафтить себе деглов, также штук 5-10. И то есть, ну, грубо говоря, оружие на сервере вообще бесплатное. Я скрафтил 20 теков, и если бы у них, например, был какой-то износ процентов 5-7, мне бы этих теков хватило реально просто на месяц бесконечной охоты. Вот, и также я купил нож с магазина за 55 тысяч. Этого тоже абсолютно никто никогда не делает, потому что ножи сейчас падают с элиток, ножи просто выкидывают бесплатно, спиннинги выкидывают бесплатно. И вот я решил проверить все-таки с одним ножом и с одним кольтом, сколько я животных смогу убить. И поехал я охотиться. Я думаю, вы видите то, что была ночь, и я думаю, вы видите, какие были погодные условия. Короче, давайте не будем задерживать видос, сделаем его покороче. Я не буду комментировать все то, что происходило. Я думаю, вы и так сами прекрасно видите все на экране. За первый час я потратил как раз-таки ровно 50% износа на ножей, 50% износа на кольте, потому что и у ножа, и у кольта по 1% износа каждый раз, когда вы берете их в руки. И получилось у меня заработать 644 тысячи, по-моему. И это у меня получилось заработать за час ночью, в таких вот условиях, когда уже было достаточно мало онлайна, животные нормально не респавнились. Я думал, у меня там выйдет вообще косарей 400, но я не торопился. Я сидел, жрал сухари, сидел, смотрел видосы, отходить не стеснялся. То есть я реально, у меня не было цели заработать за час, сколько-то денег у меня была цель, посмотреть, сколько можно заработать за 100% износа у кольта и за 100% износа у ножа, при том, что ты состоишь в банде и у тебя еще и випка куплена. С випкой, как вы знаете, тоже износ в 2 раза меньше. Только я так понял, банда не распространяется на нож, а вот випка распространяется и на нож, и на одежду, и вообще на все, что вы одеваете на себя. В банде, по-моему, если вы одежду снимаете, у вас также 5% износ на нее формится. А, да, кстати, я еще для теста пошел, убил одного животного с абсолютно пустым инвентарем и пошел, продал барыги все то, что мне упало с животного. И я охуел, с животного мне выпало на 21 косарь, при том, что цена на шкуры была не самая идеальная. Так бы это было вообще косаря 23-24, если бы была идеальная цена. Но тут еще учтите то, что мне выпало 2 шкуры, а не одна. Так что в среднем, как я примерно посчитал, с одного животного у вас выходит 12-15 косарей. Потому что с какого-то костей много упадет, с какого-то мало, с какого-то упадет одна шкура, с какого-то две шкуры упадет. Ну, короче, здесь, ну, да, ладно, среднее все-таки берем то, что 15 косарей с одного животного вы формите. Ну, это чисто мои предположения, может быть, вообще совершенно все не так. Но я просто рассчитываю на то, что я вот видел своими глазами 21 косарь с одного животного. Может быть, там просто полностью идеальная цена была у барыги на все. Окей. И второй час, ну, раз я потратил 50% износа ровно за час, мне нужно было дальше идти фармить, чтобы посмотреть все-таки, сколько у меня денег будет в итоге. И я думаю, сейчас, когда вы видите, какие погодные условия были в тот момент, когда я фармил второй час, сейчас вы, наверное, охуели. Потому что на сервере вообще никто не убивал животных. Как минимум то место, где был я. Там был дичайший туман, дичайшая темнота. Чтобы вы понимали, у меня яркость в игре была на 100%. Я навалил яркости в ENB. И еще я поставил мягкие святые оттенки в телефоне, для того, чтобы было еще ярче. Но это вообще никак не помогало, никак не работало. Там найти какое-то животное, это реально просто бред был. Я поохотился так примерно 20-25 минут. Пришло уведомление о том, что рестарт через 5 минут. И, конечно же, я поехал на болото. Потому что рестарт через 5 минут. Алло, что я буду делать в тех горах, если на болоте лутаться, охотиться гораздо комфортнее? Кстати, да, я не лутался, я только охотился. В инвентаре у меня не было ни металлолома, ни хуя. Да, кстати, я один раз очень смешно умер. Мне еще пришлось ехать, поэтому я проебал свой кольт, который был у меня в руках. И я взял другой кольт. Но примерно, вы поняли, потому что нож с кольтом у меня одновременно изнашивались. И я поехал на болото, там было просто дохуища животных. Я там примерно, может быть, 25-30 минут поохотился. Я точно сказать не могу. Как раз залутал примерно все болото. Но там еще оставалась вторая сторона болота. И оставалась гора, на которую я не поехал. На которой тоже миллион животных. Потому что я уже как бы все пролутался, проохотился еще час. Так и что вы думаете? После того, как я в таких условиях полутался, ну точнее поохотился. У меня снова получилось продать на 650 косарей животных. При том, что цена была на кости, на жир. Я так понял, невероятно хуево. Я думал, я должен был заработать больше. Короче, даже ночью в таких вот условиях погодных я все равно заработал 650 косарей за первый час. И 650 косарей за второй час. Поэтому те люди, которые говорят, что они днем не могут заработать косарей 200 на охоте. Ну, блядь, все. Я уже точно не знаю, что вам, блядь, в этой жизни нужно. И как вам вообще доказать то, что охота это, блядь, прибыльное занятие. Если вы знаете спавн всех животных на карте. Ну, хотя бы на трех спотах. На двух, на трех. И да, одного ножа и одного кольта, нулевого с випкой. Если вы в банде, хватает на миллион триста. Там, по-моему, миллион триста пятьдесят я заработал. И это просто дичь. Потому что я за 100 косарей купил нож и кольт. А если бы я покупал все в БУ или сам бы крафтил. То у меня бы вообще косарей, наверное, 15 вышло на нож и на кольт. Хотя, наверное, еще дешевле. Я реально серьезно видел, как удочки и ножи чуваки просто на пирсе выбрасывают. И говорят, новичкам поднимайте. Потому что эти ножи и удочки нахуй никому не нужны. Их до хера. Поэтому охота, в принципе, сама по себе бесплатная. Самое дорогое, мне кажется, это патроны. Хотя есть люди, которые патронами, чтобы вы понимали, прям тысячами продают эти патроны. Мне тут чел писал, Жека надо две тысячи патронов. Я говорю, нет, не надо, я просто куплю, потому что как бы... Ну, куплю в магазине, потому что они и так почти бесплатные, эти ваши патроны. Ну, если для охоты, если вы там идете стреляться, то, конечно, это немного дороговато. Поэтому вот, охота имба, банда плюс випка, это тоже лютейшая просто имба. Если бы это еще распространялось на акваланг, было бы реально очень круто. Потому что лутаться под водой все-таки неприбыльно. Как бы это странно не звучало. Я иногда даже акваланги не окупаю, при том, что у меня есть карта всего лута. Но она у меня в голове, точнее, есть. То есть я могу сказать, то, что, например, смотрите. Вы с пирса плывете вот сюда, потом немного вот так вот плывете. Потом опять вот так вот плывете, плывете, плывете. Потом доходите до берега и вот так вот... Я немного отдалю, чтобы понятно было. Вот вы идете вот так вот по берегу и лут вот сюда вот упирается, вот в эту вот хуйню. И потом вы плывете опять вот так. И здесь плывете вот так вот так плывете, плывете. Потом вот сюда Ну то есть, блять, у меня ни карты, ни читов, ничего такого нет У меня даже карты в принципе нет уже Потому что у меня в голове весь лут, который спавнится Я знаю, где лежит уже каждый кейс И даже я иногда не окупаю акваланг А, да, по поводу банды Для банды нужен спавн Нужен ли спавн, нужна вся эта хуйня И для этого я, кстати, купил себе еще Ниву Потому что невозможно на Шилборе с рюкзаком на 9 слотов Как-то лутаться, охотиться комфортно Мне часто приходится ездить к барыге Поэтому Ниву я себе купил для того, чтобы складировать в нее всякое говно Типа чертежи кольтов, там чертежи спирта В Шилборе акваланг, который у меня выпал с кейса Кстати, с наземного кейса выпал акваланг Я тут вообще охуел сегодня в саку Да, я купил себе дом за 3,9 миллиона Но так-то он стоил 3,7 Но с комиссией, короче, вышло 3,9 Имбалансный просто дом Если нам сделают банду, то у нас вот здесь вот будет спавн Это прям место имба Тут везде все в животных, в элитках Вот здесь вот этот тот остров, на котором я постоянно тусуюсь Вот это все место в животных Короче, дом имба, если нам там сделают спавн Просто Саня сейчас еще обсуждает с кем-то там Условия нашей банды Потому что это будет не банда Это будет медиафан-клуб И я не знаю, если нам еще расширят места до 500 Или вообще до бесконечности То, блядь, я вообще весь сервер просто к себе в банду позову И пусть это будет медиафан-клуб Просто там будет меньше износа Короче, я не знаю, пока что смотрим Пока что думаем Пока что нихуя не понятно Меня-то просто и в этой магде могут оставить Но это блат А банды, в которые можно вступить бесплатно Их на сервере, я так понимаю, нет И надо развивать вот эту вот медийную хуйню Короче, ничего не понятно В следующем видосе уже расскажу по поводу банды Что-нибудь попонятней Может быть, если ничего не получится Может там, не знаю, Давидыча Банду создадут И туда сделают, типа, расширят до 500 лимит И просто всех подписчиков Давидыча будут приглашать Вообще ничего не понятно, но это по-любому все нужно делать Потому что в банде реально было пиздато Интересно было следить за чатом Интересно было общаться в чате Интересно было на сходках Я там, короче, просто дохуя всякого лута напродавал На первой сходке банды Но там не то, чтобы сходка была Там набор в банду был Но там было много народу И в итоге я там рюкзаки продавал И кольты, и деглы, и мертвую рыбу Даже смог, короче, продать Короче, ладно Всех люблю Всем спасибо то, что смотрели Всем пока